приветствую всех на Allstate Online по традиции мы рассматриваем сначала экономический календарь с вами Миша Лемах это обзор основных фичерских рынков немножко фондового рынка немножко фундамента объемного анализа и начнем итак на этой неделе была процентная ставка по федрезерву без изменений а это говорит о том что пока вся до этого тенденция программа остается на том же на тех же самых трендах и пока изменений сильных не произошло так как только процентные ставки сейчас сильно могут повлиять на текущие рынки ну и плюс разные информационные потоки и так на следующей неделе нас ждет вот какие события и новости значит если брать во внимание крайне важные события это процентная ставка в понедельник по китаю сейчас 385 выступление лагарда в 1715 и во вторник выступление главы фрс пауэлла это будет 2100 во вторник значит еще из важных событий у нас получается запас сырой нефти в среду 23 июня и решение процентной ставки британия 14 00 24 июня поставьте на поминание 14 00 четверг 24 июня пока одна десятая если поменяет но в принципе если не все до этого никто не поменял то может быть и британия стать на журу им ну и в четверг еще добавить немножко для разнообразия это выбор за первый квартал по сша они его ожидают на два процента выше чем а предыдущий показатель и число первичных заявок на получение пособий по безработице в общем да и все то есть более-менее начинаются сентябрьские контракты на достаточно такой спокойный в ноте в основном идут разные утки в новостных во всех со всех сторон потоков начиная от илона маска заканчивая разными другими в айти и интернет компаниями да и не только в общем очень много сейчас манипулятивных новостей и их нужно очень тщательно проверять будем осторожны и так начнем по традиции с нефти значит начнем с нефти так да еще хотел немножко предупредить по обновлению платформе вернее предупреждением поддержка полфикс на windows 7 8 8 1 будет приключена в начале до 22 года только на десятке будет работать в офикс поэтому со старых систем надо уходить и обновлять свою полу ну до конца до конца двадцать первого года в принципе пока можно не переживать итак приступим нефть давайте в сторону ставим итак это склейка контрактов вы видите сейчас по текущему дню у нас идет 71 с копейками доллар за бочку нефти вполне прогнозируемый после такого в достаточно трех стабильно трехнедельного роста 61 отметки на 71 на 10 долларов мы выросли поэтому со дня на день коррекция как бы должна была начаться но коррекция ли это затяжная или же это все такие такой в отече чко такая небольшая тут здесь была последний раз такая двухдневная течка сбросили и еще такая была небольшая но в пределах одной сессии поэтому его считать как серьезно и коррекционное движение не стоит я про вот эту активность итак значит по ликвидности это склейка у нас получается 5 дней до дна таком достаточно не колостома в обычные обороты то есть без каких-либо излишек то есть такие вспышки у нас после нас были в конце мая перед летом как раз здесь словили на 62 отметки и м с этого дня у нас получается проходку сделали почти за месяц на тысячу 100 почти 40 тиков так вот в общем три недели стабильно был рост если взять кусочек этой недели и начало то почти четыре недели стабильно вот 10 долларов сделали и в этом плане у нас получается идет там ранее 64 если брать кастомайзе на сейчас замер сделан с 21 на пятом то на 68 с половиной это вот оптимальная цена поэтому коррекция допустимо спокойно до 68 если у вас шорт висит то в принципе на 68 будьте внимательнее так это была склейка давайте посмотрим новый контракт который начался с поставкой в августе сейчас тут обороты дошли пока до двухсот тридцати пяти к то есть уже какие то хотя бы есть объемы открытый интерес в этом случае даже сегодня немножко зафиксили тут правда без изменения но вот этот проход до 70 150 как бы прощальный либо сбросили либо наоборот вот это был как разброс и они возвращаются на семь вторую в любом случае здесь без изменений то есть вот было как 425 было так и осталось то есть какой то массовый сброс здесь незаметен и подойти у нас получается идут по четыре и пять с половиной тонн дельта на шорт на новом контракте то есть эти две сессии но опять же по объему у нас получается тут 130 было здесь уже почти полтора раза больше но здесь 235 то есть понедельник уже начнут на нормальный оборот идти и в этом плане то есть ориентироваться стоит на четверг-пятницу основным объемом давайте посмотрим по неделям как у нас тут распределся объем сначала значит ядро текущей недели у нас сформировалась в районе 71 40 по можно сказать 42 72 даже я бы пошире взял 71 30 по 72 и по дельте у нас получается здесь такой плотный дельта массив это 71 то есть диапазон с достаточно мощным агрессором по 71 с половиной можно смело брать если ценник рук нет под 71 там задержится у нас в понедельник-вторник то с покупками ну вот этот блокпост еще давайте посмотрим на склейки эту же картину так по ядру ничего не изменилось пока мы как раз откорректировались до прошлой недели ядра тут протестили и вроде бы как возвращаемся обратно но пятница толком так мощно и не закрыла нам на х то есть все таки небольшой 30 процентов прошел вот этот уровень поддержки который еще на турнире сформировали это 70 половиной по 70 его как раз протестили и тут еще был один уровень поддержки это непосредственно 69 и 7 по 70 с копейками его как раз протестили поэтому еще пока мы со счетов тренд не списываем но в любом случае если ниже 70 ныряет нефтянка это уже не есть хорошо то есть вот этот уровень поддержки по сути уже продавили вот и у нас сейчас лето собственно 73 доллара за баррель как таковых особо проблемных планетарном масштабе с добычей нефти пока незаметно то есть спрос идет достаточно так сомнительно то есть про запасы там какие то идут разговоры но в целом надо дождаться следующего собрания ОПЕК так это было нефть золото итак на этой неделе было снижение ниже 1800 ушли непосредственно с такой достаточно плотной недельки у нас прошлая неделя была в таком узком коридоре выбирали куда идти как действовать и непосредственно пошел процесс расширения и дошли до 1750 итак как вы видите по объемам за последние 4 недели данная неделя у нас самая оборотистая по объему начало контракта по сути и 360к у нас пиковый день был в четверг 17 числа по приоритетности среда и пятница то есть эти три дня у нас на вооружение то есть мы их будем сейчас брать как основные то есть также обращаем внимание на наличие больших крупных трейдов единичных именно инсайдерских то есть это отметки где были совершены точечно крупные сделки то есть можно сравниться по практическим сайдом то есть только без имени и фамилии здесь есть и так же стоит заметить на то как текущее ядро у нас получается сформировалось у трех восьмерок по 1902 это ядро текущего контракта второстепенный второй по значению по значимости уровень это 1859 по 1872 он выступает в качестве пока сопротивления здесь видно плотность по продажам и также расширение активно встретили продавцы то есть вот здесь big trade это зашел единичный по сути на пробитие вот этого минимума это было в среду вот соответственно это был в районе 1846 дальше по вот этой сессии 361к можно заметить по фильтрам достаточно плотно ближе к минимумам четверга сформировались уровни по байерам давайте посмотрим в общем дельту дельта получается у нас покупки были наверное последний раз толкова этого с 11 9 числа и на это все закончилось вот пролет был 16 это почти шестерочка по процентам процентный перевес составил 2,4% для дня это очень неплохо и потом идут нулевые процентный перевес это здесь по нулям соответственно агрессор в четверг и пятницу что на покупку что на продажу по сути идет идентичный вот только 2,4% в среду хороший дисбаланс получился вот и это стоит учесть то есть это говорит о том что байеры здесь были практически на уровне продавцов хоть день и шел на сильное снижение теперь обратите внимание на открытый интерес то есть там где светлые участки это дни которые были с приростом позиций темные в гистограмме ячейки это там где была в основном фиксация то есть открывали судя по всему шорты в среду запрыгнули после на на расширение как раз и получается у нас уже нас на четверг 382 к и 379 тысяч уже в пятницу то есть 385 на не сильно большой такой прямо нам не аномальный в прогиб по открытому интересу но но это был не прирост то есть вот это вот судя по всему не ну исходя из этого можно судить что это не продолжение тенденции а уже идет некая либо фиксация либо там частичная фиксация тут не докидывали как бы еще в продаж поэтому отсюда можно вполне ждать там от как коррекционный маневр то есть это еще не продолжение такого мощного тренда и подойти давайте посмотрим действительно есть ну вот по сопротивлению стоит обновить коридор 1846 по 66 вот эти 20 баксов это прямо за всю неделю итог действительно есть уровень сопротивления расширили это мы уже видим по факту как бы исход этого активного события давайте уберу сейчас понеделья мы обсудим и по поддержке вот и возможно даже по фиксации то есть соответственно ценник сейчас ниже уровня активности байеров то есть вполне вот эти шарты которые были на прошлой и прошлой неделе вы здесь могли пофиксить и это я явно будут покупки но на всякий случай чтобы не пропустить возможный такой сценарий что ценник чудным образом возвращается на 1800 в понедельник то есть возвращается сессия пробивает полностью пятницу и закрепить закрепиться на 1800 это может быть предвестником того что мы наблюдаем с вами как раз вот рокировочку и они поход на 3 восьмерочки снова попытаются сделать ну пока ценник на нефть будет на 70 долларов и выше то добыча золота пока не со скидкой идет а дороже топлива надо больше покупать и так далее это отчасти но это не один из факторов который влияет на стоимость золота естественно в целом как бы как один из вот такие в уровне сопротивления поддержки в WP в районе 18.72 то есть грубо говоря за сопротивлением и можно попробовать пощупать если будут снова слабые байеры на уровне 18.46-18.66 здесь можно выжидать и мониторить возможность зайти на продажу если такова будет то есть надо активно повторно вот такие вот хорошие вбросы посмотреть если будут ну и полинете соответственно со стаканом дальше по поддержке естественно вот эту поддержку можно будет использовать только в том случае если мы во первых понедельник будем наблюдать хорошую дельту на бай хотя в этом ну вот в таком формате 1800 там за штуку и ценник чудным образом вытолкнут опять на 1800 тогда уже либо подняли либо во вторник можно прицеливаться ловить попутный ветер на север то есть запрыгивать на покупку если же этого не произойдет то сценарий на покупку пока еще на пауле это было золото на евро интересный факт значит вы сейчас видите склейку июньского и сентябрьского контракта нового то есть свежего который только вот начался и здесь можно заметить что обороты идут достаточно ровные то есть имеется ввиду нету больших амплитуд скачков достаточно много судя по всему таких бюрократов институционалов то есть одни и те же как бы обороты идут одни и те же участники там плюс-минус немного толпы то есть здесь уже немножко подутих фьючерсный контракт на евро юсд то есть в плане успокоился и уже такой ажиотаж прям как было раньше когда уже не не такого статуса у него нет так вот из важных интересных моментов ну вместе с прошлым контрактом больше оборот у нас сейчас ядро 213 по 220 то есть это вот этот костяк второстепенный уровень это 119 по 195 это вот этот локейшн также вот 121 можно ответить вернее 21 но здесь очень узкий коридор и здесь было порядка полторы недели как бы котировочка и заметьте что вот здесь идет три дня снижения на еврике это непосредственно проделки сентябрьского контракта нового свежего то есть это первая неделя вот процентные ставки были озвучены банками то есть осталось только обретали на следующей неделе и непосредственно тут обороты 222 280 и 202 тонны то есть сравнению с предыдущим контрактом там пиковые обороты были вот самый пиковый день это 222 тонны самый пиковый день то есть вот такие свыше двух суткам было буквально в начале контракта 203 потом 204 было после коррекции вот здесь собрали всех 1 2 3 4 неделя шли на рост и потом вот денек так немножко всем нервы пощекотал то есть потом еще она перед пробитием вот 207 тонн снова коррекции снова всех собирают 222 окей и все а здесь три подряд то есть тут 4 за весь контракт выше 200 тонн а здесь три подряд на новом контракте давайте посмотрим по открытому интересу какая активность значит это вот понятное дело последние недели закрываются все и вот свежеиспеченная на новом контракте торговой недели из пяти сессий прирост позиции наблюдался только у четырех или даже у пяти сейчас а вот то есть раз прирост три сессии на прирост одна с незначительным снижением и вторая тоже мелкая все это вот вот фикс был перед шартом то здесь вот прирост был практически там ну на 10к и здесь чуть-чуть совсем то есть основная активность прироста пришлась на среду волатильность и как вы видите ликвидность самая ликвидная среда пик давайте посмотрим по агрессору и теперь заметьте агрессор можно сказать с 10 июня идет на стороне покупателя каждый позже день даже котировка валится и все равно идут байер то есть евре в последнее время он достаточно часто используется по назначению как хеджирующий инструмент страховка от рисков и заметьте такая активность вот именно вот закупка больше чем 5 дней наблюдалась в начале прошлого контракта июньского который закрывается уже закрылся вернее здесь активность байеров началась 18 числа то есть вот стабильно и при этом рынок тоже шел на снижение то есть у нас снова новый контракт вот начался первая неделя здесь это вторая неделя идет порядком сколько раз два три один не счет четыре пять пять шесть семь восемь девять десять или даже одиннадцать сессий с дельтой на покупку причем получается можно сказать официально одну две недели было снижение и это все почти полторы две недели дельта шла на бай то есть вот этот весь аппарат который ушел на снижение на самом деле ну тарелина бай и очень похоже на вот такой же самый маневр то есть они ушли под WP вот начиная с того дня все затарка шла на покупку и здесь ушли ниже WP именно вот эти дни пошли у нас и с объемом вот 12k дельта сразу же четверг и потом пятница для проверки то есть вот чтобы было достоверно я беру вот этот участок котировки значит смотрите обороты миллион семьсот дельта двадцать две тысячи контрактов на покупку то есть это вот именно с этого участка и давайте посмотрим какая то же там дельта была интересно даже снизу видно гистограмма прироста по дельте общий тотал теперь смотрим диапазон который стоит взять на заметку 17.45 и можно сказать по 185 то это все уровень поддержки с прошлого контракта который вот затарили непосредственно на вот этом диапазоне дней ну и тут поменьше правда ну вот здесь самый вот плотняк шел то есть вот этот уровень 185 по 175 можно округлить даже 175 пускай будет это вот с прошлого контракта для нас крайне ценный диапазон в качестве уровня поддержки то есть если текущий контракт не рухнет ниже вот этого коридора где затарились еще в прошлом контракте то есть в начале весны соответственно здесь может повторно загрузка быть и вернуться могут даже быстрее потому что здесь более волатильное снижение тут получается у нас такая же картина полторы недели без остановки шли шарты вот то есть мы даже чуть-чуть просели но здесь как бы заслуженный коридор 3 двоечки по 217 этот коридор с прошлого контракта берем в качестве сопротивления ориентированного и если вы зашертили новом контракте соответственно пока вам бояться нечего так и давайте теперь по неделе разберемся включаем чисто сентябрьский контракт новый ядро у нас формируется на 21 по 214 напомню что на новом контракте цена уже другая и она может отличаться от старого контракта итак неделя объем сейчас мы подстроим вот у нас средств объемов здесь ядро то есть совпадает первой неделе и вот 212 по 217 это я сам основные объемы ну а по дельте обратите внимание сколько сейчас я уберу это вот уровень сопротивления здесь уровень поддержки со старого контракта понимаете запомнили я их убираю теперь обратите внимание новый контракт первая неделя 192 и по 201 здесь у продавцов буквально там одна цена с победой и то незначительная то есть этот коридор берем на прицел как вполне вполне и в этом диапазоне вот самый-самый вот плотненький костяк это 198 по 196 195 это вот участок это все на четверг пришлось диапазон четверга отсюда следует что вот пятница пока немножко тоже расширил четверг но здесь по лаям достаточно активно пытаются затариться на покупку но зачастую они это делают как раз на хая дня если они действительно талятся на бай будут рвать и метать на север поэтому вот здесь очень аккуратно я бы дождался пока пятницу не пробьют по хаям тогда уже и ценник будет как раз в этом диапазоне покупателя и они должны в принципе подхватить эту тему и толкнуть выше чтобы реализовать свою средневзвешенную покупку то есть по сути вот самое ядро покупок пришлось на 197 196 будем считать что это средневзвешенная покупка крупного участника и объемы также это подтверждает это было евро bitcoin и так по текущим неделям это июньский контракт у нас получается прирост позиции как раз был уже с конца мая начала вот июня пошло пик был почти шестерочка и вот мы дошли до шестерки уже 6 июня 6 то больше уже в принципе не было то есть вот здесь неделя в принципе она начинается у нас 5,6 это количество открытых позиций и даже какой-то получился по итогу недели прирост то есть вот это снижение четырехдневное даже немножко открыли позиции то есть 5,7 начинали с 5,6 то есть де-факту как бы по итогам недели немножко прирост есть а пиковая точка была 16 числа именно внутри недели то есть мы начали 5,6 и уже было 5,8 28 это было в среду вот по объемам получается у нас прошлая неделя была более ликвидной более оборотистой пик получился 9,7 то есть это сессия во внимание сейчас на номер 1 отсюда уровни обязательно мы берем и они явно на поддержку 31,600 по 32,800 это саппорт и давайте посмотрим по дельте и три дня после 8 числа подряд 1,2,3 шел рост вплоть до 11 числа здесь явно после трехдневного такого движения с 32 тонн на 36 почти на 37 толкнуть ценник явно там был сброс промежуточный и два дня они еще смогли толкать до 40 отметочки и потом явно уже сил поменьше было 4 дня под разные твиты Илона Маска и вот этой всей вот этого всего цирка я бы сказал именно так подходит это название просто новостного цирка 300 и здесь 284 на шорт то есть тут как бы небольшой прирост и здесь четыре дня потом шли агрессор на продажу но если обратить биг трейды идут вот здесь вот тут в эти сессии ключевые они идут на байер то есть это байер вот здесь на этой неделе был тут байер тут небольшой поменьше а крупных таких именно сбросов по большим пакетам не наблюдается вот последний видно было только там где-то вот он это было 26.05 все то есть кто-то вот еще один кстати 2.06 а вот эти я мелкие не заметил да ну вот крупных селеров да я бы не заметил еще здесь надо поярче сделать незаметно совсем 40 и 400 это было у нас получается 14 числа небольшой продавец был ну в общем 4 4 дня здесь вот уже 16 сразу три байера это все дело начали тормозить значит почему здесь 38.300 здесь вы видите 16 числа хорошенько приложились плотненько продавцы следующий день добавили немножко немножко как бы и ценник собственно еще рук 18 числа то есть 18 числа тут тоже как бы особо не много покупок но диапазон 35.600 по 36 даже 37 пока еще так официально не полностью пробили то есть они вышли за диапазон но есть шансы что резко могут вернуться обратно потому что здесь как бы хоть не закрывают неделю на полая не скажу что вы прям сразу должны остановиться но сейчас биток силу крипту подбирают как только дешеве то есть где особенно вот 31 600 32 700 это возможно было даже такая плановая какая-то поддержка чтобы сильно не ушла ниже тридцатки но в целом могут между тридцаткой сороковкой там чуть ли не все лето так болтать туда обратно котировку и уже под 8 5 новые новости новые открытия новые алгоритмы крипту хи новое название еще еще тысячу криптовалют появилась ну и со всей соответственно все начнут покупать в общем уровни поддержки если удержатся 35 600 по 37 то есть ценник сразу вернут выше 37 на следующей неделе понедельник вторым желательно тогда есть шансы что они сейчас отсюда начнут опять рвать выше сороковки просядут можно вот по пощупать уже на 32 вот здесь повторно подобрать то есть в принципе вот здесь вот этим движением между поддержками первая поддержка вторая ну и сопротивление 38 339 если будут сыпаться еще ниже а лето впереди и кому сейчас эта крипта нужна все уедут отдыхать все уедут кто в отпуск кто ну в общем не до крипты будут и перед летом явно все кто захайпились и купили там хотя бы в начале весны крипту или в начале зимы сейчас просто хотят они этого или нет их просто даже родственники заставят снять часть прибыли и потратить летом на какие-то там серфинги или еще какую-нибудь хипстерскую жизнь и поэтому это вполне плановая коррекция насколько она затянется ну если она и будет то до сентября я думаю либо до августа это был биток по-быстрому продолжим по просьбам зрителей ртс это склейка двух контрактов юнский и сентябрьский контракт как вы видите сейчас не самый плотный по оборотам ртс это лето сезонность нужно учитывать немножко можно фильтры по объемам по дельте если на второй неделе тоже будет такой процесс по объему значит ближайший 155 уровень непосредственно по объему это по две недели застоя на прошлом контракте мы должны взять 153 500 по 156 500 на заметочку немножко промазал 155 100 153 300 коридор тестовый уровень поддержки плюс WP как раз здесь на 152 ну в районе 152 есть и ну буквально вот коррекция если так замерить то стабильный рост шел порядком три недели точно вот одна вторая третья если так в целом прошлый контракт был достаточно затяжным по тренду ну таким прям а не то чтобы беспроблемным у вертайса тоже появилась такая механика дня но структура дня как такой боковичок потом на следующий день волатильность волатильность потом снова жесткий боковичок и либо идут скрипя зубами вот три недели в таком жестком плотном торговом сегодня по открытому интересу значит старый контракт уже фиксируется основательно на следующей неделе уже будет новый контракт и давайте посмотрим по дельте чисто сентябрьский сейчас по сентябрьскому что вы увидели уже пошли открытие позиции уже 324 к имеется по объемам обороты четверг-пятница сейчас почти 600 и 555 для сравнения по объемам здесь получается у нас 555 и если включить без клейки то здесь будет другой объем 600 то есть по дням вот 600 даже было 800 сейчас не самые топовые дни на сентябре торгуются в два дня просто 600 и 555 дельта у них получается вот эти последние два дня покупка да вот покупка 17 числа были на 12к по дельте и 17 тонн при обороте 300 тысяч два дня покупка здесь было очень интересно и сейчас вот пятерочка вернее соль 37 тысяч контрактов из 500 35 тысяч оборотов ну плотничок на ядро как бы недели и нового контракта 162 500 163 можно сказать округлим это поддержка на покупку то есть если вот это снятие с топорей они должны вернуться обратно на 162 и потихонечку выйти уже на 163 и так далее то есть дни как вы видите перекрытие по диапазону очень плотная то есть по сути не расширяет где-то на 30 процентов коридора доводня здесь толком расширения не было буквально хвостом прощупали стопори и как раз вот на этот денек и самый большой объем и дельта пошла на покупку здесь получается у нас уходят за 161 500 до 161 и если ценник возвращается на 162 и выше то есть диапазон вот этой локации на поддержку тогда вполне может быть сценарий отыгран еще на бай и это будет как бы как сначала разворота могут еще конечно пол недельки просесть вот и там уже потом набирать поддержку плюс в любом случае сейчас CL у 72 болтается вернее 71 болтается если она будет рвать на 72 тогда уверенность у участников рынка будет сильнее и больше начнут сыпаться до 51 там может ниже ну в ближайшую неделю там ну если на 5 баксов или на 3 рванет на снижение либо на рост тут как бы тренд уже будет наклевываться само собой ну в любом случае вот этот локейшн берите на заметку и тут как бы ну вот самый край это 161 700 этот уровень пятницы но цене пока ниже то есть пока вот на минимуме недели закрылись но сказать что прям неделя сильно сыпалась до 166 на 161 но по перекрытиям достаточно очень подозрительная то есть так не сыпется индекс ртс я увидел разные на ртс и как он может сыпаться за день может столько пролететь что и врагу не пожелаешься ну в общем это был ртс а теперь мы переходим на рубль многие многие торгуют валютой сейчас мы включим рубль и вот сейчас как раз те кто держали рубль по текущий момент ну в плане укреплялся рубль очень сильно и текущая неделя вот та которая свежая сегодня закончилась ну торговая рубль явно начали тарить на бай сейчас вам покажу подгрузится данным и спотик вдове вдогонку так значит давайте без клейки я чисто юнский покажу сейчас он быстро подгрузится и так отключаем дельту это обороты и чисто юнский контракт то есть здесь у нас получается самый шик как раз волатильность то что рубль любит особенно эти три недели этот месяц был просто шикарный только начинается ну апрель даже не апреля май вот идем очень тяжело и очень так стабильно но идем то есть укрепление продолжается здесь две с половиной недели просто боковика было объемы тоже были не активе они сейчас еще ниже ну вот в последнюю неделю значит по открытому интересу у нас получается это максимальные трейды вот непосредственно самые такие крупные по пятерочке по 4 и 3 были на шорт по дельте значит у нас тут две ну вот две недели периодически покупки простреливают это явно фиксация вот этих всех шортов поэтому тут как бы закроем глаза на эти покупки и будем осторожны вот открыли закрыли открыли закрыли ну в общем понимаете то есть когда открывают позицию вот целых четыре дня тут три дня к ряду тут три дня к ряду почти через один там еще два дня открыли позиции а здесь уже ну это неделя фиксации теперь переходим на сентябрьский контракт значит по большей степени прошлый контракт был по агрессорам на продажу смотрим именно текущую неделю то есть до этого котировку нам ну сейчас каждый день на прирост позиции и тут у нас получается сентябрьский контракт пятница двести двадцать четыре тысяч контрактов это только дельта ребята это дельта суммарно можно вот посчитать остальную дельту этой недели она будет меньше чем та которая прошла в пятницу то есть значит три сто девяносто четыре тысячи оборотец и пятница даже меньше по оборотам была и там больше дельта то есть тут просто массово напрыгнули именно на новом контракте явно это не закрытие позиции потому что их просто еще нету так как это свежий сентябрьский контракт и тут три дня как больше не хочется тебе нужно открыть позиции и массово перешли на открытие тут если посмотреть вот победа по коридору вот этот весь коридор текущего нового контракта из них вот эта вся первая добротная половина вот 73 и 250 74 это байер ну не 74 немножко переборщила 73 и 799 это байера нижняя часть немножко она послабее но тоже есть вот 7300 продавцы вот и ценник на хая неделях а я пятница и хая в текущего контракта значит по дельте еще раз напомню что из трех более-менее там вот два точно ликвидных дня этой неделе нового контракта вот на таком обороте и шли с такой дельтой позиции открывают то есть у нас диапазон особенно видите четверг на хаях то или покупки и пятница тоже вся две третьих коридора все нам на покупках в общем самый плотняк у нас идет 73 400 73 800 ценник тоже у потолка так что могут даже не ждать сразу рвануть наверх ну что все массовые видимо покупая давайте на спорте посмотрим на спорте картина похоже то есть у нас явно отличается оборот по этой неделе здесь у нас просто сели уже до 2 миллионов да то есть пиковые были еще и повыше там и 9 и и это даже не предел был а сейчас шли вот по 2 полтора-два с копейками здесь три с половиной все четыре дня три с половиной оборот каждый день с 15 числа 4 дня из 5 ровненько это с точно центробанк а то может все и все еще и соседние банки друзья то есть это четко систематический подход продуманной машины экономический экономическая значит вот здесь еще заметно 11 число вот этот вот appendix это непосредственно вот остатки вот этих затарок на бай то есть с этого уровня уже все это неделя даже не пробивала его обратить внимание на точки зеленые это big trade и большие единичные сделки для сравнения сколько их было вот раз два три 4 5 в пятницу 11 в четверг 2 в среду три против двух вторник а вот то есть пятница просто засыпалась заявками на покупку судя по всему и это недельный средств будет то есть мы видим с вами что коридор 72 и 3 по 72 один это топ за две недели больше всего оборота здесь прошло там порядком сейчас скажу цифры почти 20 копейками миллиона потом почти два по бокам и по полторы то есть вот здесь вот центр 72 20 это два и 400 почти два и по полтора миллиона это вот самый костяк вот этой всей активности двух недель а вот по дельте как вы видите 4 пятница просто разрыв шаблонов 72 и до 71 90 здесь вот этот уровень поддержки 71 70 непосредственно за счет 11 числа и четверг пятница просто разорвали как бы на покупке своих какая дельта у нас еще раз дельта потихонечку разгоняется и тут идет просто один в один дельта два дня здесь прям 600 к из напомню 36 миллиона то есть процентный перевес тут просто 16 процентов давайте попробуем найти 16 процентов до этого 10 10 было было 13 и нас было было да было 17 но это не каждый день происходит то есть 16 3 из причем обороты неплохие вот и ценник на потолке висит поэтому берите на заметку если вы стояли в шортах на сишки то вполне хороший маячок на частичный сброс так точно так что это был рубль то есть среднеизвешенная 74 к берите во внимание и напоследок snp это склейка по текущий день получается у нас по объемам вот если брать сравнение три дня идет прирост объема идет снижение котировки дошли до миллиона 700 это не самый топчик было и два с половиной но опять же здесь вот поддержка тоже три дня растет ликвидность и даже три дня идет снижение и здесь вот два и два уже как бы останавливают здесь не два и два но шансы что вот этот уровень поддержки сорок один двадцать пять по 41 50 могут удержать вот по итогу тип контракта прошлого плюс текущий здесь самое плотное скопление покупок было на протяжении квартала прошлого значит следующая подсказка и следующий такой рекомендацион от меня смотрите после результативных в движении цены а это значит около месяца здесь то есть копейками больше у них иногда происходит вот такие вот отсечки то есть не скидывают все на свете тут очень долго собирали тут волатильная неделя в боковая тут узкая боковая ну в общем они как это меня на сковородке и так и всяк всех замынили здесь получается три дня просто вот пролетели то что они шли прошли за четыре недели за три дня не пролетели просто вот так вот ни с того ни сего соответственно этот пролет у нас получился движение в районе 750 тиков это вот этот который сейчас пролет это 470 то есть это вот соседний буквально маневр то есть на снп кто начинает раздувать кипиш все пропало шеф все пропало сыпется америка наконец-то она уже показала свое истинное лицо не забывайте посмотреть на истории какие вообще были там сбросы то есть вот для этого принципе нужен график слева чтобы вы хотя бы смогли сравнивать какие там у них бывают еще манипуляции то есть да здесь достаточно много шертов под эти тут месяц вообще еле-еле продавили цену там с 42 20 до 42 50 и не факт что дальше пойдет но всегда как бы надеюсь он лучше но ожидая их худшего поэтому то есть валится могут спокойно до 40 90 и даже даже не почувствуют это для них просто вот так вот значит по открытому интересу и принципе по новому контракту давайте посмотрим чисто сентябрьский какая там активность значит по текущей неделе шел прирост до 17 числа то есть пятница вот это вот даже был какой-то небольшой незначительный фикс то есть этот пролет мы не могут бы волатильный он даже был на таком без изменения открытом интересе пятница самая топовая по оборотам 18 и дельта там обратите внимание идет снижение котировки 4 дня и дельта каждый день на шорт уменьшается о чем это говорит кто скажет напишите в комментариях о чем может подсказать комбинация когда динамика каждый день идет на снижение и дельта тоже каждый день идет на снижение на шорт дельта на шорт уменьшается вот здесь остался диапазон поддержки если не ошибаюсь прошлого контракта вот как раз они к нему и притопали здесь они остановились пятница закрывается на лоу и давайте средств понеделья посмотрим значит вот у нас по объемам значит ядро недели 42 26 по 42 42 вот косяк второстепенный уровень таки два дня и пятница добротно оставила себе память 41 70 41 77 и по дельте там нас получается вот здесь идет чуть выше плотность по покупкам ты собрать дельту массив байеров 41 93 по 41 74 все вот этот диапазончик но не забываем также и по сопротивлению она есть и его нужно учесть это весь коридор выше 42 под 42 20 спокойно берете в качестве сопротивления если котировка корректируется на следующей неделе до 42 11 12 и там просто не может ничего сделать и на расширение то есть соответственно здесь можно присмотреться на предмет пристрела на юг прокатиться на этом трейде нисходящим то есть вполне может быть но здесь вот смущает из коррекция она как бы ожидаемо то что здесь дельта падает с каждым днем ну понятно дело шерты фиксируют но это не есть хорошо тенденция на шорт увеличивается объем то есть это показатель неплохой но дельта начинает падать это говорит о том что судя по всему они еще не уверены а на следующей неделе есть пару новостей которые из китая из британии в принципе не помешает их дождаться и потом уже напомню что британия отчитывается по процентной ставки в четверг 24 июня это был не шлемах с вами каждую пятницу вечером я уже про 20 мультирую компания волфикс и обзор основных рынков полцит онлайн до свидания пока